Меня зовут Диего. Я... Я не хочу знать, кто ты такой. Ты только что появился здесь. Я присматриваю за новичками. Это всё. Если ты хочешь пожить ещё немного, тебе придётся поговорить со мной. Но, конечно, я не собираюсь мешать тебе покончить с собой. Так что ты думаешь? Хорошо. Что я должен узнать об этом месте? Мы называем его колонией. Ты уже знаешь, что мы добываем руду для короля. По крайней мере, в старом лагере. Внутри барьера есть три лагеря. Старый лагерь — самый большой. Он был первым. Как добраться до старого лагеря? Дорога выведет тебя сама. Старый лагерь — ближайшее поселение, которое встретится тебе на пути. На подступах к лагерю бродят немало диких тварей. Нужно быть безумцем, чтобы разгуливать окрест без оружия. А где мне взять оружие? Когда доберёшься до старой шахты, внимательно посмотри вокруг. Уверен, ты найдёшь что-нибудь полезное. Шахту легко найти. Она находится в двух десятках шагов отсюда. Почему ты помогаешь мне? Потому что тебе нужна была моя помощь. Буллит со своими парнями мог запросто убить тебя. А я не мог просто стоять в стороне и смотреть. Я проделал этот долгий путь для того, чтобы сделать тебе одно предложение. Предложение? Да. Я думаю, после знакомства с Шайкой Буллита ты понял, что тебе нужна защита. Каждый, кто попадает сюда, имеет выбор. В колонии есть три лагеря. И ты должен будешь присоединиться к одному из них. Я здесь для того, чтобы показать новичкам, что старый лагерь — лучшее место для них. А где сейчас Буллит? Вместе с остальными тащат припасы из внешнего мира в лагерь. Ты встретишь его там. Но если ты хочешь сразиться с ним, будь осторожен. Буллит — неплохой боец. У меня есть письмо к верховному магу Круга Огня. Правда? Его отдал мне какой-то маг перед тем, как стражники сбросили меня со скалы. Тебе повезло, что больше я не могу показываться на глаза магам. Любой другой с радостью перерезал бы тебе глотку за это письмо. Маги хорошо платят своим гонцам. А большинство людей здесь не имеет за душой и гроша. На твоем месте я бы держал рот на замке до тех пор, пока не встретил бы кого-нибудь из магов. Правда, тебе на это не стоит надеяться. Почему? Маги живут в старом лагере, но только людям Гомеза дозволено входить в их замок. Кто такой Гомез? Гомез — самый влиятельный из баронов. Он правит старым лагерем на правах самого сильного человека в колонии. Предположим, я хочу стать одним из его людей. Что мне нужно делать? Возле ворот замка ты найдешь человека по имени Торус. Скажи ему, что тебя послал Диего. Я благодарю тебя за помощь. Мы встретимся в старом лагере. Субтитры создавал DimaTorzok Диего. Продолжение следует... Продолжение следует... Что ты здесь делаешь? Слежу за тем, чтобы никто не подобрался к месту обмена. Особенно эти головорезы из нового лагеря. Ты новенький, которого зашвырнули только сегодня, верно? Да, это я. Остерегайся типов из нового лагеря. Я работаю на старый лагерь. Так же, как и все, кого ты видел у скалы, где происходит обмен. Ты уже поговорил с Диего? Да, поговорил. Хорошо. Значит, ты в курсе всего происходящего. Почему мне следует опасаться людей из нового лагеря? По сравнению с новым лагерем, старый — это тихое и безопасное место. Новый лагерь не получает товаров из внешнего мира. Их воры просто крадут все, что им нужно. А старый лагерь? Во главе всего здесь стоят бароны. Следом за ними идут стражи и призраки. Ну а в самом низу находятся рудокопы. Каждый, кто прибывает сюда, сперва становится рудокопом. Если хочешь достигнуть большего, для начала тебе придется стать одним из призраков. Когда я выплыл на берег, один из этих типов ударил меня. Так поступают со всеми новичками. Они называют это боевым крещением. А, и в старом лагере все такие? В любом месте найдется парочка негодяев. Но они не тронут тебя, если ты платишь деньги за свою защиту. Я видел, что вместе с товарами сюда отправили какую-то женщину. Да, бароны получают все, что хотят. Ты хочешь сказать, что король выменивает руду на женщин? Они такие же преступники, как и все здесь. Если бы Гамезу не понадобилась эта женщина, она бы сидела в тюрьме или еще где-нибудь. Не знаю, что хуже. Мне нужно какое-нибудь оружие. Возле брошенной шахты, дальше, по этой тропе, наверняка можно найти что-нибудь. Но не стоит лезть в драку с чем-то вроде ржавой кирки. Эти штуковины слишком тяжелы и неудобны, чтобы быть хорошим оружием. Неопытный боец должен использовать их лишь в случае крайней необходимости. Постарайся добраться до старого лагеря целым и невредимым. Как идут дела? Хорошо. Воров из нового лагеря пока что не видно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok